Прогнившие ступеньки и трещины в потолке – первое, что бросается в глаза при входе в квартиру Анастасии Васильевой. Пенсионерка несколько десятков лет живет в доме из шлакоблоков и без фундамента, который когда-то строили как времянку. В каком году дом признали аварийным? 20 февраля 2020 года. После того, как я 19 декабря 2019 года побыла на приеме у Осипова и представила ему документ, отчет 2011 года управляющей компанией, лидер, что в подвале-то у нас работы-то все происходят, которые мы во сне не видели. Ну, он посмотрел, понятно дело, потом вот 20-го, значит, признали. К проблемам в квартире прибавились еще и трудности с управляющей компанией. Анастасия Григорьевна уверяет, деньги за уборку и благоустройство территории с нее требуют незаконно. Ведь всем этим занимаются сами жильцы. И крышу, и чердак, и фасад, и подъезды, даже мыть подъезды, окна мыть, панели, двери. Все это должно исполнять обязанность управляющей компании. А нет, оказывается, мы должны это все делать. Ну, как это? Ну, вот, так вот и живем в этой лачуге. И приходится жить. А куда деваться? В гроб же живой не ляжешь, правда? Начальник планового экономического отдела, управляющая компанией, лидер согласна с перечнем обязанностей. И утверждает, что сотрудники компании исправно убирают территорию, подъезды и откликаются на просьбы жильцов. Вчера первый раз мы получили данную заявку о том, что в этой квартире холодно. Мы просмотрели все свои заявки. За весь период не было поступлений или жалоб от этой квартиры. Попасть в их квартиру мы не смогли. Мы попали к соседям. Замеры произведены. У соседей у соседей плюс 26, средняя температура. То есть при возможности мы, конечно, в квартиру осмотр проведем данной жительнице. Сотрудники управляющей компании предположили, что в квартире может быть холодно и затрещин в окнах, так как проблем с отоплением дома нет. Но для того, чтобы помочь Анастасии Григорьевне, им необходимо попасть в квартиру. Более того, специалист рассказала, что на 31 декабря 2022 года у пенсионерки была задолженность за коммунальные услуги в размере 77 тысяч рублей. Екатерина Бакшеева, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.